Повышение платы за электроэнергию по жилым помещениям, где право собственности до сих пор не оформлено, отложено. Ранее с таким поручением вышел глава региона Александр Цибульский в ходе рабочих поездок по селам региона. После на данную проблему обратили внимание ненецкие фронтовики. Напомню, что у жителей сельских населенных пунктов появилась возможность привести в порядок документы на свое жилье до 1 января 2020 года. В Севержелком сервисе заверяют, что после этой даты поблажек по оплате электроэнергии больше не будет. Поставщик электроэнергии Севержелком сервис предварительно планировал поднять тариф для неоформленных собственность домов уже с 1 октября этого года. Причем значительно. Планируется повышение платы за электроэнергию до 40 рублей за 1 киловатт в сельских населенных пунктах в отношении домов и граждан, которые живут не зарегистрированы в жилье. То есть дом есть, человек живет, но права собственности у него не уполнены. Селяне и рады бы оформить документы на дом и землю, но отведенного времени однозначно не хватит для исполнения требования. Напомним, что глава региона Александр Цибульский дал поручение ускорить процесс оформления недвижимости на селе через Государственное юридическое бюро по итогам поездки в Юшарский сельсовет. Люди недостаточно проинформированы о том, что в округе существуют и действуют институты и инструменты поддержки. И об этом, конечно, нам надо активнее рассказывать, для того, чтобы те вещи, такие как юридическое бюро, государственное юридическое бюро, которое у нас действует, и которое субсидируется из окружного бюджета, и мы тратим на это немалые деньги ежегодно, они, конечно, были максимально эффективны и использовались людьми. Приступать к оформлению жилья надо уже сейчас, уверенный в Госюру бюро. Очень много времени уходит на подготовку таких рисковых заявлений во время ночи в тратах. На сегодняшний день, через день существует уже 5 лет, могу сказать, что, наверное, четвертая часть жилых домов, семейных участков на территории округа, оформлена, и представляете, какая масса еще, какую массу документов необходимо будет обработать и зарегистрировать права граждан. В ходе встречи активистам ОНФ удалось убедить руководству Север-жилком сервиса перенести сроки ввода нового тарифа. Мы посчитали, что октябрь – это реальный срок, но, как оказалось, масштаб незарегистрированных домов настолько большой, что только для, получается, выполнить это нереально. Поэтому сейчас масштаб хотя бы оценен. И, исходя из этого, давайте обсудим и примем. Итак, дата определена. Жители населенных пунктов округа до 1 января 2020 года должны привести документы на свое жилье в соответствии с законодательством. Подготовить документы помогут профессиональные юристы Государственного юридического бюро. Оформить документы на дом и участок можно в том числе с помощью многофункциональных центров на местах. Надо отметить, что почти в каждом населенном пункте есть многофункциональные центры, кабинеты, куда они могут самостоятельно обратиться за регистрацией своих прав. Также и не исключается любая правовая помощь, которую можно через прав частно практикующих юристов, либо адвокатов решить для ответа в свои вопросы. Более активную позицию в решении этой серьезной проблемы должны занять администрации муниципальных образований. Главное сейчас взять на контроль оформление домов и земельных участков, чтобы успеть к обозначенному сроку. Нужно тогда всем понимать, что срок это будет, ну допустим, последний китайский срок, да, вот, и вот не просто сейчас принять это решение и отпустить, ну как бы самотер, да, ну нужно контролировать, как бы типографика, да, и раз в месяц контролировать. И муниципальному образованию нужно включиться в эту работу и, ну, как бы, взять часть работы Госюрбюро, по крайней мере, по первичному приему документов, по разъяснению граждан. Право собственности на свое жилье – это святое. Осталось его оформить юридически, не откладывая в дальний ящик. Тимофей Жуков, Владислав Носкин, Телеканал Север.